Сегодня, дорогие друзья, в 18.00 по московскому времени стартует зимняя киберспортивная серия ASUS ROV в дисциплине CSGO. Сам турнир проходит в Финляндии и Хельсинки. Что касается участников, то команды собраны наилучшие. Ниндзи в пижамах, Виртуз Про, Титаны Спортс, Хеллрейзерс, 3D Max, которые в родных стенах будут пытаться завоевать престижный титул чемпионов. К слову, призовой фонд ивента составляет 25 тысяч долларов, при этом победители забирают 12 тысяч, серебро удостоится 7 тысяч, бронза получит 4, ну а четверку лучших замыкает сумма в размере 2000 условных единиц. Еще раз обращая внимание на участников, стоит отметить, конечно же, команду Хеллрейзерс, которая в обновленном составе решила проверить свои силы сразу же в нелегком бою среди таких мощных и наигранных соперников. Как у них это получится, узнаем уже сегодня, ведь в первой же игре турнира Хеллрейзерс играет против немцев из Пенто Спортс. Пожелаем команде удачи и надеемся на успешный результат. Команда Даттим решила не гнаться, как принято говорить, за двумя зайцами, а решила сконцентрироваться на одном из текущих турниров. Вчера мы сообщали о замене в составе для отборочного этапа KSL One Котовицы, но уже сегодня стало известно, что коллектив снялся с этих квалификаций. А все потому, что играть разными составами на нескольких действительно важных турнирах дело неблагодарное. Александр Костылев забанен на ESL, а Константин Тревошеев при этом долгое время не принимал участия практически ни в каких ивентах. Вывод напрашивается сам по себе. Команда решила сделать упор именно на групповую стадию Старладера и последующие матчи. Да, там необходимо наигрывать новый состав, ведь впереди очень много других турниров, и даже отсутствие их на мейджор-евентах не сильно-то ударит и по их репутации. Ну а что касается концентрации на Старладере, то наш следующий сюжет подтвердит правильность выбора команды Даттим. Вчера наконец-то завершилась ключевая игра в рамках группы С регулярного сезона звездной серии в дисциплине Counter-Strike Global Offensive. В матче с участием команд Нави и Даттим развернулась нешуточная борьба. Первым необходимо было выиграть во что бы то ни стало, а вторым победа нужна была в первую очередь для себя, да и очередные очки обеспечивали бы Даттим первое место в группе, да еще и против таких непростых соперников, как французы Титан и Нави. Признаться честно, несмотря на то, что полная игра состояла из трех карт, результат стал известен уже после первой. Деймферна была на редкость интересна, особенно ее развязка, когда команды стали проводить сверхнапряженные раунды. В начале Даттим захватили инициативу и повели в счете 3-0, Нави в своих лучших традициях отыграли все три раунда и еще два в придачу. Таким образом, счет стал 5-3 в пользу рожденных побеждать. Затем обмен раундами продолжился и первая половина завершилась вполне закономерно в 8-7 в пользу Даттим. После смены сторон игра стала еще напряженнее, обе команды не хотели отдавать преимущества. Однако под занавес матча Даттим все же увеличили свой отрыв в три раунда и смогли выиграть 16-13. По итогу общего зачета Даттим победили 2-1 по картам, Демираж, рожденный побеждать, все-таки отквитали, но карта Декоблстоун, к сожалению, была упущена. Даттим после этого положительного для себя счета занимает первую строчку группы, а Нави только третью и теперь они вынуждены играть в квалификацию для прохождения на лан-финалы. Нави уверены в том, что B1, B2 пусто, Маркелов на подсадке, спрейдаун и Марик не справился. Симпл на размене, B3, 2-4 ситуация, Симпл! Хороший прием от команды Даттима. Прочитаны, просто прочитали, просто прочитали. Укрепили базу по третьим игрокам, вовремя Симпл пришел на помощь своим тиммейтам. Ну все, это все. Бондик, просто шикарнейший прием. Аплента 12-12, Даттим сравнивают счет в этом матче. Как Маугли залез на забор, а справился со всеми, Нави даже не поняли, что произошло. Ну и вот опять же, о, смотри, решили болгарский раунд сделать. Бондик, ну здесь просто шикарный прием Бондислава. Просто чудовищно. Что ж, Даттим начинает потихоньку переворачивать. Симпл, Аркада, ЦЗ, хэдшот в Гвардиана, уход на Релладе, игра со снайперской винтовки, без шансов для Сейзвода. Как он его просто сейчас прижал. Маркелов, B3, минус Эдвард, Маркелов продолжает дальше скайдиться. Маркелов, но Старикс продавил Бондик уже в спине. Забирает Гвардиана и минусует Сережу Старикса. 16-13, победа на первой карте от Даттим. И они выходят точно в следующий групповой этап. Сражение в Блицкриг 3 происходит на карте, где в зависимости от уровня обороняющегося игрока, есть от 2 до 5 так называемых ресурсных точек. Атакующий игрок получает ресурсы за захват точек и тратит ресурсы на восстановление потерянной в бою техники. За полтора года онлайн режим стал интереснее, понятнее и динамичнее благодаря всего паре новшеств. Во-первых, теперь можно самому протестировать свою оборону, и это работает настолько очевидно и естественно, что непонятно, как вообще можно было играть раньше. В атаке игроки получили целый ряд дополнительных способностей, вроде вызова артиллерийской поддержки, дымовой завесы и прочих полезных вещей. Теперь можно уничтожить минные поля, заграждения и огневые точки, не подставляя под удар свои войска. Это практически бесценная возможность в случаях, когда обороняющийся игрок заблокировал мост или опрометчиво собрал много техники в кучу. Остальные изменения в основном коснулись подводной части игры, экономики, баланса и систем развития. Поэтому задача разработчиков заключалась в том, чтобы равно заинтересовать игроков и в построении максимально эффективной обороны, и в том, чтобы рисковать, отправляя свои войска в атаку. По словам разработчиков, все хорошо, постепенно с опытом к игроку приходит все более глубокое понимание возможностей игры, и поэтому расстановка войск и сооружений со временем становится все более агрессивной, оставляющей врагу все меньше ресурсов. То же относится и к атакующей стороне. У команды Блицкрига 3 впереди еще очень много работы, игре отчаянно нужен новый интерфейс, жизненно необходима система рейтингов, не завершена разработка одиночных кампаний. Кроме того, в онлайн режиме планируется внедрение дополнительных фишек вроде патрулирования и настройки моделей поведения отрядов, а в отдаленной перспективе уже после реализа возможно создание мобильной версии игры и традиционного синхронного режима онлайн сражений. На этом все, дорогие друзья, спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok